Привет! Я хотела вас сегодня немножечко глубже рассказать вам о многоразовых подгузниках немецкого производителя Дисана. Это многоразовые подгузники, которые абсолютно не парят, полностью безвредные, безопасные для кожи малыша. И состоят они из нескольких элементов. Поэтому они называются системой естественного пеленания Дисана. Вот у нас есть малыш и есть подгузник. У Дисаны этот подгузник может быть двух вариантов. Первый вариант это безразмерный подгузник из небеленного хлопка на завязках. И второй вариант подгузника это подгузник на липучках размерный. То есть это, по сути, трусики, в которые мы с вами потом вкладываем в вкладыш для того, чтобы задерживать выделение малыша. Чем хорош подгузник Дисана? Во-первых, он полностью может принять форму и размеры подогнать можно под размер вашего ребенка. Независимо от того, он новорожденный или ему годик и больше. Второе большое преимущество безразмерного подгузника, что он легко стирается и легко сохнет. Маме в работе, как правило, нужно около 10 таких подгузников, чтобы она проводила одну стирку в день. Помимо подгузника, система включает в себя обязательно вкладыш. Вкладыш может быть из био-байки. Это такая мягенькая довольно-таки тканюшка. Она тоже не беленая. Все имеет такой натуральный цвет, потому что хлопок не беленый. Он не выбелен специальными средствами. За счет этого, видите, цвет у него естественный. Один вариант вкладыша. И второй вариант вкладыша. Это у нас биомарли. Муслин. По сути, это муслин, как сейчас принято называть. Муслиновая пеленка. Это пеленочка тоже, которую мама сворачивает. Из нее мы получаем вкладыш, который впитывает много. Видите, здесь плетение. Тут три слоя ниточек переплетены между собой. Как мы работаем, когда мы используем систему? Мы малыша пеленаем, по сути. Мы запеленываем его в подгузник. Мы делаем размер, подходящий для малыша. Используем вкладыш. Потом мы берем малыша и все это дело на нем пеленаем. В зависимости от размера вашего ребенка, вы сделаете заворот на подгузниках больше-меньше. Но в любом случае, его точно хватает до полутора лет, потому что я пользовалась этой системой со своим ребенком и отлично мы справлялись. И когда он был новорожден, этот подгузник нас полностью устраивал. Все, наш ребенок. Кукла маленькая. Ребенок немножко по-другому в этом выглядит. За счет чего этот подгузник многоразовый не промокает, не выпускает наружу выделение. У дизаны есть шерстяные пеленальные шорты. Это вот такие шортики, у которых хорошо зафиксирована внизу ножичка, ну, ляшечки. Такая резиночка, которая не давит. Это два слоя шерсти. Вязаной. Шерсть собирается с остригом, с овечек. И благодаря этому она не теряет своих природных свойств. То есть, весь подгузник максимально, пеленальные шорты максимально будут впитывать выделение. Дизаны заявляют, что ребенок будет оставаться сухим. То есть, мы одели подгузник, ребеночек пописал, и мы можем не снимать подгузник, и он не будет промокать наружу около двух часов. Все зависит еще от того, в каком возрасте вы ее используете. Если ребеночек маленький, он может держать и три часа. Если ваш ребенок уже двухлеточка, или там полтора годика ему, соответственно, уже выделение побольше. И мы сводим все-таки эту таблицу к двум часам. Эти шорты одеваются поверх подгузника и вкладыша. Это все у нас промокает, задерживает влагу, но не позволяет проникнуть влаге наружу именно пеленальные шорты. Всегда возникает вопрос, можно ли их использовать летом. Дизаны заявляют, что эти шорты вы можете использовать летом, когда на улице не более 25 градусов температура в квартире, например, либо на улице. Если говорить о моем опыте, я использовала их летом, потому что ребенок мой родился в июне. И мы благополучно весь период трех первых месяцев лета, мы проводили в этих шортах никаких покраснений, раздражений или каких-то неприятных ощущений у малыша не было. Более того, в этих подгузниках мы можем спать, мы можем гулять и мы можем находиться дома. Мы можем находиться на улице. То есть они абсолютно многогранны. Вы не обязательно должны совмещать многоразовые подгузники с одноразовыми, потому что имея систему пеленания дома, вы можете полностью ей обходиться. Единственное, изначально памперсы были придуманы для путешествий, то есть действительно в путешествиях удобно использовать памперсы, потому что вы не везете за собой в путешествиях большое количество ткани, что из себя представляет система. У вас определенное количество подгузников в работе постоянно, количество вкладышей определенное. Все это вы стираете и снова используете. Поэтому в путешествиях не совсем удобно целую сумочку еще этого за собой везти. Поэтому мы не говорим, что вы не используете памперсы, используем. Но только рациональней. Я считаю, что система пеленания позволяет маме обходиться без подгузников. Полностью исключает моменты того, что ребенок упрел, что у ребенка перегрелось что-то, то у ребенка появляются раздражения, высыпания, аллергические реакции на пластик. То есть ребенок находится в дышащем слое ткани, который позволяет воздуху циркулировать. Соответственно, мы не сталкиваемся, используя систему, с проблемами кожи. Не будет у вас никаких дерматитов, раздражений. В случае, если мама совмещает подгузники, одноразовые, многоразовые, то она все равно использует памперсы, например. И в какой-то момент вы видите высыпание, у дизана есть буретный шелк. Это такой дополнительный вкладыш, который вы можете дополнительно приобретать. Сто процентный шелк. Буретный шелк имеет свойство заживлять кожу. Соответственно, этот вкладыш вкладывается как третий слой. То есть у нас идет многоразовый подгузник на завязках. Потом вкладыш, а сверху вы вкладываете буретный шелк как слой, непосредственно прилегающий к коже малыша. В течение 2-3 дней высыпания уйдут на нет. То есть заживляющее свойство. Этот буретный шелк иногда мамы еще используют, когда они кормят малыша, раздражены сосочки. Используют как вкладыш в бюстик. Тоже он работает на заживление соска. Есть еще замечательная у дизаны штука. Это их бумага. Бумага сделана из кукурузного маиса. То есть это не пластическая какая-то бумага, которая просто задерживает выделение. Для чего она нужна? Больше бумага нужна не так, чтобы защитить от загрязнения. Немножко защитить от загрязнения ткань подгузника. Ткань вкладыша. То есть когда малыш начинает уже какать, то бумага на себе задерживает какашки. Вы собираете бумагу и выбрасываете ее. Тем самым подгузник менее загрязняется. И соответственно, когда уже вы стираете, то вы не отстирываете эти кусочки какашек. А они у вас уже в унитазе находятся, в мусорке. В рулоне 100 листочков. По практике, по своей, я могу четко сказать, что пока не сформированные какашки у малыша, мы используем эти рулоны. Вот один рулон используется в течение месяца. То есть первые три месяца рекомендую использовать бумагу, потому что вы сохраните в лучшем состоянии ваши подгузники. Что касается в действии, подгузники в действии. Честно сказать, система настолько прочно, хорошо сделана, что ни разу не оторвалась никакая веревочка. Да? Вот у нас веревочки. Вроде они вот пришиты. Покажи, Ольга, поближе. Вот всего лишь вот пришиты. Я была уверена, что они отлетят со временем. Мы пропользовались огромное количество времени. Потом я отдала эту систему своей подруге. Так мы и не потеряли эти завязки. Они ни разу у нас даже не потрепались. А расскажи по уходу, как за ней ухаживать? Все, что касается хлопка, мы стираем в обычной машине. Сушим, как нам удобно. Летом мы можем сушить на воздухе, зимой на батарее. Если мы говорим о шортах, шорты это единственный элемент системы, который имеет размерный ряд. То есть у нас получаются подгузники, вкладыши безразмерные, а шорты идут по размеру ребенка. Вы переходите из... вы растете, вы выходите из роста 62-68, это первый размер. Потом переходите постепенно в 74-80, 86-92. И вы меняете шорт. Как мы ухаживаем за шерстью? Ну то есть за любой шерстью мы ухаживаем не так, как за хлопком. Мы обязательно ее стираем специальными средствами для шерсти и шелка. Не сушим на батареях. Не допускаем сваливания шерсти. За счет того, что шерсть... Ай, манаты!